Как алкоголь влияет на прану? Если выпить спиртного, это знают те, кто его употребляет. Вначале становится хорошо. Приятное ощущение от алкоголя связано с тем, что он тебя немного расковывает. Ты настолько напряжён, что не можешь даже петь в собственном душе. А тут, немного выпив, ты можешь петь и танцевать на улице. Не так ли? Он расслабляет. Итак, если ты напряжён, алкоголь слегка расслабляет тебя. И это даёт огромную свободу. Так много свободы в человеке, что он чувствует себя более расслабленно. Он чувствует, как будто обрёл свободу. В этом притягательная сила алкоголя. Но эта свобода длится какое-то время, а затем, как вы знаете, поступает во хмелье. Так вот, действие алкоголя заключается в том, что он притупляет определённые аспекты личности, постоянно усложняющие вам жизнь, создающие напряжение, возбуждение, нелепость и подозрение. Одно, другое. Вы замечаете, как немного выпив, люди становятся чрезмерно любящими, дружелюбными и… Да, щедрыми. Вам это знакомо? На какое-то время ты становишься менее уродливым. Но стоит добавить ещё алкоголя, и ты становишься безобразным. Это вам тоже знакомо? Если вы хотите сохранить подлинную живость, никакой алкоголь не сможет вам помочь. Существует замечательная история. В Аравии жил набожный верующий араб. Однажды перед ним появляется дьявол и говорит, «Мол, так и так, твой смертный час пробил, а тот всё ещё в полном расцвете сил». Пришло время умереть. Но если ты хочешь вернуть свою жизнь, я дам тебе выбор. Если ты совершишь одно из трёх действий, я продлю тебе жизнь. Первое. Ты убьёшь своего верного слугу. У него был преданный верный слуга. Ты должен убить его. Либо побить свою жену. Либо напиться вина. Набожному арабу не позволено совершать ничего из перечисленного. Тогда он говорит, «Как я могу убить своего слугу? Он мне так предан. Я его не могу убить. Это просто невозможно. И что за нелепость? Как я побью свою жену? Я не могу этого сделать. Ладно, я выпью вина». И вот он выпивает вина. Напившись, он расходится и начинает такибить жену. Прибегает слуга, чтобы защитить жену. И он его убивает. Если вы хотите жить... Когда я говорю «жизнь», вы, возможно, думаете о зарабатывании денег, о вечеринках пару раз в неделю, о том, чтобы заняться тем или иным. Но это не жизнь, а то, что вами организовано. Вы все это делаете, потому что думаете, что если это устроить, жить будет весело. Не так ли? Да? К чему все эти планы? Для чего все эти? Муж, жена, дети, семья, друзья, клубы, гольф, одно, другое. Все это. Потому что вы верите, если у меня все это будет, жизнь будет хороша. Хорошо жить означает, я могу проживать свою жизнь полноценно. Чтобы ощущать полноту жизни, вы настолько погружаетесь в эти планы. Большую часть времени вы настолько заняты этими планами, что уже ни на что другое нет сил. Не так ли? Да? И вы начинаете думать, что ваша жена или муж — источник всех бед мира. Вы начинаете думать, что ваши дети — причина ваших проблем. Не так ли? Или работа поглощает вашу жизнь? Поймите, вас лишают жизни не ваши враги. Если враг или дьявол являются и лишают вас жизни, в этом нет ничего такого. А вашу жизнь на самом деле забирает то, чего вы всегда желали. Ваша карьера, ваш бизнес, ваша жена, ваши дети, ваш муж — вот кто забирает вашу жизнь. Не так ли? И это не честно. Если какой-то дьявол или враг является и забирает вашу жизнь, так и быть. Но то, чего вы желали, то над созданием, чего вы так трудились, забирает вашу жизнь. Пожалуйста, осознайте это. По сути, вы стремитесь к собственному благополучию. Так почему бы не заняться им непосредственно? Если заняться непосредственно благополучием, то в кругу семьи нам будет хорошо. Когда близких нет рядом, без них нам тоже хорошо. Вот как должно быть, правда ведь? Если кто-то рядом с нами, нам хорошо, мы разделим с ним свое благополучие. Если никого нет, нам все равно хорошо. Так вот, вы не знаете, как благополучно жить, организовываете все эти мероприятия и посмотрите, к какому беспорядку это приводит. Праздники и алкоголь появились только потому, что вы думали, что все это принесет вам благополучие. Не так ли? А если организовать свои жизненные энергии так, чтобы быть благополучным в любом случае, я могу опьянить вас жизнью настолько, что три дня вы едва будете держаться на ногах. Приезжайте в ашрам, и вы увидите людей на различном уровне медитативности. Они все как нетрезвые. Именно так. Были времена, когда люди недоумевали. Что-то творится в этом ашраме. Что там происходит? В нашем ашраме нет ворот. Кто угодно может войти. Но они не заходят. А забираются на гору и наблюдают в бинокль. Что там происходит? А люди находятся в состоянии восторга. Кто больше, кто меньше. Ходят как безумные. Все ясно. Они все принимают наркотики. Какие-то секретные наркотики. А жен своих они не бьют? Нет. Такие вещи у нас никогда не произойдут. Это никогда не случится. Я сам постоянно абсолютно пьян. Посмотрите в мои глаза, и вы увидите, я постоянно абсолютно пьян. Но достаточно ли я уравновешен, чтобы управляться с действительностью? И вы тоже можете в свое время быть пьяными в сосиску. При этом абсолютно уравновешенными. Хотите расслабиться? Пожалуйста, если не хотите. Если вы постоянно так же опьянены жизнью, почему бы вместо вина не опьянить себя божественным? Стоит вам это ощутить. Вы знаете, в йоге мы выделяем пять тел. Пятое, последнее тело, мы называем телом блаженства. Если вы только соприкоснетесь с этим, если правильно уравнять три тела. Четвертое не в вашем распоряжении. Эти три — физическое, ментальное и энергетическое. Если как следует их уравнять, тогда тело блаженства сможет проявиться. Сейчас эти три тела разрознены, поэтому оно не проявляется. Если их как следует сбалансировать, как только тело блаженства проявится, вы увидите, что блаженство заложено в вас по природе. Те из вас, кто придет на БСП, увидят, как люди становятся такими пьяными без алкоголя, без каких-либо химикатов, ничего не употребляя. Стоит только их направить, и они становятся такими опьяненными. Блаженство — это когда его источаешь. Многие из них настолько опьянены, что не могут держаться на ногах. Три дня они будут абсолютно пьяны. То удовольствие, которое вы получаете, выпив спиртного, исходит не от самого алкоголя, а от того, что он что-то в вас расслабляет. Удовольствие возникает в вас самих. Все ощущения в жизни возникают в вас самих. Так вот, я говорю о том, что этого можно достигать сознательно, без использования химии, без похмелья, не стоит ни копейки. И где бы вы ни были, вы сможете всегда быть пьяными. Ну что, пьяницы, заинтересовались?